МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе отмечается Всемирная неделя Голукомы, и по этому поводу мы пригласили в студию главного офтальмолога Луганской области Вадима Водяника. Вадим, доброе утро. Доброе утро. Вадим, действительно, очень серьезный такой вопрос. Для всех телезрителей, возможно, не все знают, что же такое глаукома. Глаукома – это очень серьезное заболевание органозрения, которое приводит к невосполнимой слепоте, то есть неизлечимо. Это хроническое заболевание, которое сопровождается повышением внутриглазного давления, и из-за этого погибает зрительный нерв, и, к сожалению, не лечится это заболевание, когда уже зрение потеряно. У меня есть письмо Министерства здравоохранения Украины, где приведу несколько фактов о состоянии глаукомы на сегодняшний день в Украине. К сожалению, на сегодняшний день слепота и инвалидность от глаукомы занимают первое место по слепоте, в принципе, от всех заболеваний. Первой группы больные, это уже полностью слепые люди, 36,7%, второго по 14,8%. Какие факторы, по исследованию по всей Украине, какие факторы влияют на то, что число инвалидов при глаукоме все-таки увеличивается? Это, во-первых, поздняя стадия заболевания на момент ее выявления, то есть пациенты, к сожалению, поздно обращаются к врачам. Второй пункт, это малоэффективное лечение, причиной которого, к сожалению, есть на данном моменте недоступные высоко стоящие препараты. Дорогие довольно капли, которые... Вот, также есть, к сожалению, выявляемые и недостатки в обследовании больных, так как раньше было очень... хорошо были развиты профосмотры, и люди, когда работали предприятия, каждый год измеряли внутриглазное давление. И вот из-за того, что сейчас вот снижено вот это профилактическое измерение внутриглазного давления, то вот мы пропускаем начальную стадию глаукомы, где можно уже вылечить человека. И последний пункт, это недостаточно информированность населения о том, что это действительно очень тяжелое заболевание, которое идет в слепоте, и если не наблюдаться, не проводить профилактические осмотры, и люди, которые уже имеют глаукому, не выполняют назначение врача, то, к сожалению, они слепнут, и мы имеем вот такие цифры, которые мы имеем. Вадим, вот такая серьезная болезнь может быть в любом возрасте, или вот какой-то определенный возраст, так как группа риска считается? Я понял, да. Значит, данное заболевание возникает у людей в основном после 40 лет. Факторы риска можно назвать основные, это близорукость, сахарный диабет, заболевание щитовидной железы, гипертония, то есть практически все хронические заболевания. Поэтому, ну, сейчас, к сожалению, совсем здоровых людей после 40 лет найти очень сложно, поэтому люди, которые имеют вот перечисленные заболевания, которые, я сказал, ну, желательно раз в год измерять просто внутриглазное давление. Это можно делать в поликлиниках, там, частных кабинетах, в врачебных кабинетах, в глазных отделениях, ну, это где кому как удобно, но это нужно делать. Если у человека практически здоров, что очень замечательно, то хотя бы раз в 3 года нужно измерять внутриглазное давление. А самостоятельно никак невозможно это делать? Никак. Специальный прибор нужен, и все-таки какой-то еще человек должен добыть. А, Вадим, скажите, а вот причины возникновения глаукомы какие? Ну, это же факторы риска я назвал, да. А причины это генетически обусловленные или морфологически обусловленные изменения внутриглаза, которые возникают при нарушении оттока внутриглазной жидкости. Почему повышается внутриглазное давление? Основные две причины. Это нарушаются пути оттока жидкости из глаза, поэтому давление увеличивается, либо, наоборот, увеличивается секреция этой жидкости, ее становится больше, опять же, она не успевает оттекать и повышается внутриглазное давление. Вот это основные причины. Ну, Вадим, вот Вы рассказали, что нужно раз в год, кому раз в 3 года ходить к врачу, измерять давление, у кого есть проблемы, тем там прописывают какие-то препараты, как-то лечат. А как, вот, что делать, чтобы не было, вот, не заболеть этой болезнью? Ну, видите, это же, глаукома, это не грипп, не ОРЗ. То есть, если, допустим, чтобы не заболеть гриппом, нужно, там, надевать маску, пить витамины, не ходить. Вот, ну, в принципе, если у человека есть предрасположенность, то он, к сожалению, будет, будет это заболевание глаукома. Но есть и определенные правила профилактики. Ну, во-первых, нужно своевременно лечить разные заболевания глазные. Там, кератиты, конъюнктивиты, которые, это длительное воспаление глазу, они могут нарушать структуры и внутри глаза. Поэтому, если он запущенный, то потом, спозже может появиться глаукома. Также рекомендуется умеренные физические нагрузки. Ну, кто по возможности, жизнь такая, да. Вот, также правильное питание, профосмотры, как я говорил. Вот, ну, и, как бы, наблюдение у врача. После 40 лет измерять внутриглазное давление. Вот, и все. Вадим, вы сказали правильное питание. А каких продуктов лучше избегать и чем лучше питаться? Ну, это такая диета, как бы, общепринятая, в принципе, прямое заболевание. Это избегать сильно холодного, ой, сильно, вернее, слишком соленого, значит, жирная пища. Больше, чтобы были витамины, рыба очень полезная, особенно красная. Вот, ну, хотя, да, вот, да, 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 там много питательных веществ. Вот, ну, минералы, ну, такой, витамин и минерал. Полезная, здоровая пища, она при любых заболеваниях оказывает полезное влияние. При каких, вот, первых симптомах нужно уже бежать к врачу, поскорее, как понять, что... Да, первые симптомы, совершенно, это, вот, люди после 40 лет зачастую уже пользуются очками. Вот, когда начинается, вот, частая смена очков. Вот, одел, вроде бы, очки, доктор подобрал, там, месяц-два прошло, что-то плохо, за новыми идешь. И оно, зрение, как бы, плавает, если можно так выразиться. Второе, могут появляться ореолы вокруг очагов света. Вот, если смотрите на лампочку, там, или на фонарь, то видно вокруг него такой, как светящийся ореол. Это тоже признак того, что что-то не так. Ну, уже более понятное, так называемое, есть выпадение полей зрения. То есть, человек, обычно это по периферии, начинает вот сбоку не очень хорошо видеть. То есть, центральное зрение хорошее, а сбоку уже хуже. То есть, это уже говорит о том, что уже есть, скорее всего, глаукома, и надо бежать бегом. Ну, такие вот начали. Ну, вот, заболевание почему коварное? Потому что не болит. Человек, когда обращается в врачу, когда болит, когда плохо, когда что-то не так. А тут до последнего, вот, не болит, и все. И зрение теряющее. Ну, ладно, там, вот, будет лучше, мне, может быть, там, пройдет. Вот. Из-за этого ты пропускаешь болит. Может оказаться, что когда уже болит, уже поздно. Уже совершенно верно. Когда болит, это уже поздно, тогда уже приходится там сохранять хотя бы глаз. Он уже практически не видит, но хотя бы его сохранить. Поэтому наблюдаться нужно. Вадим, а вот скажите, какой, может быть, период времени может длиться первая стадия начальная, когда еще? Ну, все это, все индивидуально. Бывает, что первая стадия, это так довольно зыбкая граница между нормой и глаукомой. Всего четыре стадии глаукомы, как мы говорим врачи, это четыре шага к слепоте. То есть первая, третья, четвертая стадия, это уже слепота. Первая стадия, она практически ничем не проявляется, небольшое повышение давления. И у человека может, она там и годы, два и три быть, а может быть, через полгода давление подняться еще больше. Там в зависимости от вида глаукомы. То есть, ну, для того, чтобы рассказать, это нужно намного больше времени. Даже вот есть курсы, где читают про глаукомы неделю и две. Но это для врачей. Вот, поэтому нельзя, так скажу, какая-то стадия сколько лет. У всех по-разному. Может, за месяц у человека развиться чуть ли не болевая глаукома. А может длиться какие-то? Да, но все равно, да, если даже есть уже глаукома, человек все равно давление повышенное, он теряет зрение просто медленнее. Но лучше не терять вообще. Вадим, а вот вы говорили, что в группе риска, это чаще всего люди, вот около 40. После. После 40 даже лет. То есть, у молодых людей, у детей вообще не встречается? Или это какие-то, ну, редкие спричины все-таки есть? Редкие, редкие есть. У винильной глаукомы, врожденные глаукомы, это есть, но это крайне редко. Это единичный случай. Вот я, ну, уже так в городе, давненько в офтальмологии работаю, у нас в городе я знаю одного пациента, который вот имеет ювенильное начало, и одного, знаю, что врожденного глаукома. Это вот, сколько уже лет, на наш город, регион, вот такая вот статистика. У молодых, вот если, ну, так сложилось, случился такой редкий случай, лечение приблизительно такое же, как и у взрослых? Ну, обычно это не у молодых, у детей, и там уже в раннем возрасте они получают лечение или оперируются даже, и просто не наблюдаются, и все, она дальше обычно не прогрессирует. И вот вы тоже назвали несколько симптомов, вот орел вокруг, фонари, лампы, периферийное зрение. То есть, если есть эти симптомы, то это уже железно или это может быть какое-то похоже? Это такой, знаете, красная лампочка, сигнал, надо идти к врачу, для того, чтобы определить, что это. Это могут быть симптомы и другого заболевания, но нужно исключить. Может быть, это просто банальный там конъютивит или синдром сухого глаза, но это тоже другие заболевания, которые тоже нужно лечить, приводят к каким-то определенным изменениям, не таким жестким, как глаукома, серьезным. Но все же, когда у человека болит живот, то идет к врачу, что там аппендицит или может быть поел не того, то же самое с глазами. Вадим, а как вот лечат такую болезнь? Ну, лечение здесь, есть два вида лечения, как любят дали, медикаментозное и хирургическое. Сначала, естественно, применяется медикаментозное лечение. Люди, которые имеют глаукому, они капают специальные капли, которые снижают внутриглазное давление. Если капли снижают до нормы, нормальное внутриглазное давление, кстати, скажу, это от 16 до 25 до 27 миллиметров трубного столба. Вот, если выше, это уже повышенное давление. Ну, мы считаем, что до 25, по разным источникам, по разным классификациям, где-то 25, 27, ну, значит, там 25 и выше уже повышенное давление. Вот, назначаются капли, которые снижают давление. И пациент капает эти капли и периодически ходит к лечу на измерение давления. Если давление нормально, все очень хорошо, продолжают это для пожизненного закапывания капли. И раз или два раза в год нужно проходить консервативное лечение в отделении, принимать там препараты, которые улучшают работу сетчатки, зрительные нервы. Вот, типа витамина терапии. Вот, но есть такие глаукомы, когда какие бы капли ни назначали, не помогают, тогда нужно оперировать. Вот, и желательно, если уже человек выбирает, нужно выбрать себе клинику и хирургов, где вот оперируют и пациента потом наблюдают. Потому что, к сожалению, есть частные клиники, где хирург приехал, прооперил, уехал. У больного потом случаются проблемы на следующий день, через день. И они потом бегают по всем клиникам, ой, помогите, ой, спасите. Поэтому оперируются, лечатся, но вовремя. И тогда можно зрение спасти. Но, опять же, нужно очень внимательно, потому что люди после 40, обычно 60 и 70, пожилые, нужно, чтобы клиника была и с возможностью терапевта проконсультироваться, и эндокринолога иногда, и кардиолога. И понаблюдать день-два, ну, чтобы это было все правильно. Чтобы хирургов. Если столкнулись с этой проблемой, то это уже очень надолго. Это надолго, да. И ни в коем случае не стоит откладывать визит к врачу. Никогда в жизни. Понятно. Вадим, огромное спасибо, что пришли к нам. Рассказали нам и нашим телезрителям о такой проблеме. Не запускайте свое здоровье. При первых симптомах обязательно обращайтесь к врачу. С нами в студии был Вадим Водяник, главный офтальмолог Луганской области. Огромное вам спасибо и крепкого здоровья. Спасибо взаимно. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»